да коллеги сегодня у нас восьмая лекция и мы в прошлый раз начали про церковь на руси сегодня мы продолжим эту тему и плавно перейдем к христианству в новое время андрик у вас дмитрий большое спасибо приветствую всех лучших из избранных вот мы собственно начали я больше говорил в прошлый раз о том зачем было нужно христианство князю владимиру а также те преобразования а те преобразования говорил которые начало христианство до монгольской эпохи но известно что уже например во втором половине одиннадцатого века в новгороде создается церковная школа начинается перевод книг с греческого языка с болгарского языка на соответственно древнеруссию вот в это же время начинаются и появление естественно рукописного варианта других тогда не было книг которые имеют явный характер юридический собственно к одиннадцатом двенадцатом тринадцатом веках одной относят большая часть тех апокрифических текстов которые пришли на территорию руси но судя по всему в первую очередь из болгарии вот так в которой была помощь то время развито богомельство о котором мы с вами уже говорили вот специфика конечно пребывание христианской христианской церкви на руси было случилось в том не только в том что она как бы освещала с точки зрения такой духовного меча о котором мы говорили много довольно когда говорили о западном христианской средневековне освещала власть рюриковичей не только давала какие-то технологии которые позволяли управлять этой огромной территорией самыми главными напоминаю транспортными актерами на которые были реки вот специфика заключалась в том что действительно христианская церковь была просветительницей как мы сейчас не относились к истории христианства в целом к истории христианства россии это были просветители самые настоящие вот в это время приводится конечно очень много не первичной литературы богословская скорее вторичной литературы разного рода флорилегиев то есть и сборников но антология же современном христомате антологии да переводится разного рода тексты вспомогательные которые помогают понять какие-то отдельные места писания и толкования написания но исследование текстов одиннадцатого двенадцатого но в первую очередь двенадцатого тринадцатого веков которых больше до нас дошло показывает что в это время на руси знали платона и аристотеля и да жестоков и пик тета например упоминается вот серии из вас знают такого товарища и пик тет о нем знали потому что его ну через афоризма конечно никто не читал платона аристотеля и пик тета на греческом языке а афоризма из разных византийских сборников фрагменты их конечно до руси дошли а вот в это время достаточно хорошо было развито представление о неких риторических способов опровержения противников и риторика особенно было конечно заметно когда начиналась речь о западной церкви потому что латинская церковь воспринималась как та самая главная ересь от которой все остальные ереси идут на втором месте были бугары болгары но тоже парадокс такой слабо от болгарии получила но немногим меньше чем от византии российская образованность домонгольской эпохи а с другой стороны болгарши не богомилы а богомилов чередики и соответственно от них тоже всевозможные ересь пришли а раз еретики то чем не только занимание занимаются конечно грех садомский им естественно приписывался вот по этому слову бугарин на руси кстати как и в европе пользуемся никакой будет синоним гомосексуалиста вот такая вот любопытная история вот ну и естественно к образованию пытался и вот это тут высшее сословие но если не княжевская то боярская по крайней мере и князья также каким-то образом подвязать однако а где были центры образования константинополь естественно начиная с владимира ну по этой по традиции конечно может более позднее вероятно после владимира но начиная с владимира якобы а детей боярских княжских начинает отправлять константинополь на обучение и тут начинается трагедия самая настоящая потому что родители особенно матери воспринимают отправку за соответственно фонте фсинский своих детей как отправку на тот свет в общем оплакивали их так как будто на тот свет отправляли потому что естественно в нашим извините диковатом тогда славянском восточном славянском вспомнил с варягами сообществе естественно какой культуры образовательной не было как и не будет ее до времен екатерины великой но вот я дмитрий был свидетель одной из лекций которые я рассказывал касаясь том числе образование просвещение европе мы этой теме сегодня коснемся вот как к нему относились как к насилию семнадцатом восемнадцатом века в том числе на руси с циферными школами может сегодня их опять поменим также ну вот собственно попытка образования такого ну хотя бы верхов элиты в греческом духе которые предприняли рюриковича ранние также воспринималась этой элиты скорее как некого рода насилием вот потому что ну не было традиции образования повторяю на руси в отличие от византии вот византии византии образование классическое образование уже современском было чем-то само собой разумеющимся было одним из таких социальных и психологических хабитусов поведения на руси этого просто-напросто не было как таково вот и с этой точки зрения конечно же церковь церковные круги монастырские круги либо же белый духовенство воспринимались как некого вот такие вот трансцендентные запредельные какие-то носители знания есть которые в общем не особенно понятно были народным массам да и городским во многим массам за исключением годов конечно торговых типа новгорода пскова потому что сама вся торговля предпринимательская деятельность требует конечно другой образованности чем обыденная обычная вот и с этим связаны так называемые двоеверия которые упоминал в прошлый раз то есть по сути своей естественно исполняли как могли их понять тогда церковные обряды рядовые граждане подданные до этих вот многочисленных с течением времени княжеств которые возникли на так сказать на теле бывшей киевской руси но после этого поклониться пашни лугу там богу грозы это было само собой разумеющейся вещью не воспринималось это как что-то такое что противоречит нормальному образу жизни ну и мы видим несколько восстаний волхвов в это время но эти восстания скорее связаны не с отрицанием народных масс христианской веры сколько это бывшие языческие жрецы что называется уступали против новых христианских священников ну в общем вся эта история да с одной стороны вот этот образовательная высокая планка по тем временам конечно заданная церковью а несомненно но одновременно она отрывала что называется ее от народа а с другой стороны конечно же в церкви пыталась как-то влиять на мирские дела правда здесь скорее было наследие не западной церкви с ее папа цезаризм да а восточного византийского способа отношения между церковью государством когда цезарь и папизм когда по сути конечно же светский владыка имел куда больше реальных реального авторитета и воздействия на дела не только мирские но и церковные чем скажем митрополит киевский и всея руси митрополития учреждена в 1037 году было вот и здравствуйте макар рад вас видеть вот и соответственно ну вместе с тем мы видим как в ряде случаев епископ или митрополит русский вмешивается междуусобные распри а конечно же рюриковичи при всем том что был один клан они постоянно грызут друг с за отчину вот эта лестничная система которая была введена на рубеже 11 12 веков она только усложняла саму передачу так сказать центральных княжений вот и неоднократно удавалось останавливать эти междоусобные распри однако ну в общем так до конца до конца конечно это деятельность церкви по смирению этих постоянных внутренних феодальных войн конечно ничего особенного не привела и мы видим с вами 1237 год татаро-монгольское нашествие которое быстро привело так называемым татаро-монгольскому игру с вашего позволения я не буду сейчас углубляться рассуждение на тему того что есть обставляла татаро-монгольское игорь насколько это иго было игом не всякого сомнения тут есть две крайние точки зрения одна крайняя точка зрения которая была популярна но вот в эпоху советскую например по крайней мере вот ваш покорный слуга много литератур читал на эту тему и только по поводу нашествия хана баты но знаменитый может быть тот и видел роман такой для детского мужского возраста владимира яна замечательного советского писателя исторического хан баты вот но и по поводу того что происходило в тринадцатом-четырнадцатом веках действительно иго рассматривалась как таро-монгольское иго и вот этот вот налог который исак который платили князья но в основном были романы конечно по истории так называемой северо-западной руси но северо-западной руси современная понимаете по географии а по тогдашним это северо-восток руси был потому что не русь еще до урала не дошла от северо-восточной руси одна точка зрения что вот этот татаро-монголы так насилище насилище над руси точка зрения очевидно неверная потому как все-таки татаро-монгольские ну золотая орда когда были наследниками общий тренда отношения между государствами и цивилизациями оседлыми и государством цивилизациями кочевыми которых я напоминаю вам даже говорил это вам что кочевые империи они всегда стремились жесткостью показать жесткостью и силой своего удара до произвести такое впечатление на оседлые народы на силу цивилизации что те не пытались как-то в дальнейшем оказывать сопротивление как только удавалось достичь вот этого внешнего влияния которое позволяло получать исак со стороны ну то есть дань со стороны подвластного населения но если из китая там кинуть хунны получали вино рис и красивых наложниц которые потом государь хунну шаньюй распределял вот то есть россии конечно приходили в первую очередь соболями хим тому подобные вещи которые бы строили это было золото времени они стали очень дорого вот плюс русские князья при необходимости участвовали в походах золотардынских ханов ну в первую очередь когда они воевали со своими соплеменниками тире неприятелями там средней азии и в иране вот ну естественно и денежки деньги также приходили туда и были в принципе золотая золотая база заинтересована в том чтобы русские земли ну не то что процветали но вели нормальное экономическое существование нормальное экономическое существование потому что иначе не будет ни мехов ни денег не вспомогательных отрядов они не были заинтересованы в централизации действительно серьезно но какая-то централизация должна была быть вот ну собственно два центра централизации в той территории контакта которая готовилась монголо-татарами возникает сразу же это юго-западная земля галицкое княжество или гальцко-волынское княжество может помнить кто-то из вас даниила романовича галицкого который сейчас на украине в украине извините вспоминают как одно из причинателей собственно украинской государственности вот другой центр это конечно северо-западная но по тогдашним меркам нынешнем тогда северо-восточный рус вокруг владимирского княжения великого владимирского княжения тем более что великие владимирские князья они были и киевскими князьями одновременно просто не хотели отправляться туда на княжение вот ну противоположная точка зрения что был симбиоз некоторый даже самый настоящий симбиоз между татаро-монголами и русию но это тоже другого рода крайность потому что если как только русские князья какие-то русские князья выходили из повиновения это вы выход из повиновения мог заключаться как прямом бунте так и например в попытке отобрать какие-то права имущественные у того князя который был лоялен татаро-монголом или там в народном бунте против этих самых татаро-монгольских посланников да которые собирают дань как только это происходило конечно татаро-монголы находили на русь в 13-14 веке и как всегда по кочевому обычаю центрально азиатскому и дальневосточному обычаю их удары были очень жесткими очень серьезными ну и собственно археология нам показывает следы пожарищ захватов городов однако как только их вновь власть она устанавливалась опять возникала вот самая ситуация вассалов и тех которые находятся в степи самых главных вот ну а на руси действительно было достаточно сложно в это время от этих вассальных отношений уйти я сейчас постараюсь включить если дмитрий мне разрешит презентацию просто я дальше на фоне карт с вашего позволения схем буду говорить что имена всех тех людей которые будут называть легко находится изображение википедии а вот на карты может быть имеет смысл указывать я имею право уже включить карту да тогда значит сейчас я что делаю я включаю демонстрацию экрана демонстрацию экрана так как же у меня вот презентация презентация к сожалению не удается весь экран то презентацию сделать но вы видите карту карта карта это вот как раз русь 14 век ну и прошу обратить внимание на зеленый цвет это собственно тесто цвет который контролировал золотая орда начале 14 века вот эти мелкие разными цветами обозначенные территории на месте бывшей киевской руси это княжества удельное княжества который на самом деле внутри себя делились так что детей рождалось много выживали не все а те кто выживали должны были получить и тел вот если возьмете например сергея соловьева заменитого русского историка 19 века его историю руси то увидеть как он много приводит примеров того как в это время там уже села дают своим младшим детям какие-то несколько сел уже по сути какое-то удельное княжество вот это вот вся та самая территория видите получается так мы это обычно смотрим русский где-то там вот сбоку золотая орда степь да с точки зрения схемы карт которые обычно нам в школе или в учебниках по истории дает на самом деле все наоборот это мы были такой лесостепной окраиной золотой орды ну вот земля новгородская была стране несколько от этого дела помните до новгорода татары ни разу не доходили их потом приведут московские князья когда новгородскую независимость будут рушить а так вот она как-то совсем все татары до нее до нее не доходили вот здесь видите княжество литовское великое княжество литовское которое начнет быстро расширяться и постепенно будет вот эту всю вдоль днепра территорию руси подчинять себе от королевство польши которая будет юго-западную русь дали степня что присоединять себе потом напоминаю они объединяться окончательно объединяться во второй половине 16 века государство которое нам известно под названием речь посполитая речь посполитая что переводится на русский язык как республика республика вот а вот собственно территория великорусской государственности вот очаг ее ну и потом все таки мы оттянули новгород на свою сторону потому что новгородцы постоянно хотели сбежать куда-либо в первую очередь в лету хотели сбежать новгородцы присоединиться к лету это кстати на церковных делах также скажется вот собственно вот это после отношений между руси и ордой это отношение между действительно вот этими очень раздробленными государственностью в которой вот великий князь владимирский вот он владимир это дело великого князя он выступает конечно некого рода гегемоном над вот этой вот территории от этой территории плюс он формально является еще носителем статуса киевского князя по крайней мере вот во второй половине 13 столетия но по сути своей власть его очень неустойчиво но и после смерти даниила галицкого который был великим правителем власть его преемников детей на территории тоже становится очень неустойчиво это все вполне нормально для татаро-монгол потом кстати многое из татаро-монгольского образа правления русская земля перенимет ну например собственно автократическом анархический тип правления будет принят из золотой орды которая кстати училась не только у китая но и византии золотой ордынцы даже некоторые церемониалы из византии будут брать новую эпоху когда она была на вершине могущества его способ ведения боевых действий был перенят у татаро-монгол даже внешний облик русскую витязя который мы сейчас с вами помним с афьяновых сапожках с золотыми концами помните в кафтане еще с тремя этими застежками полосами на софи в шапочке загнутой немножко вперед у него лук с колчаном сабля да это все облик извините меня воина великой степи оказав получившего огромное воздействие от образа воина в китае что в китае естественно создавали военные силы которые могли бы воевать с кочевниками китайская цивилизация была нечаянно продвинутая очень быстро эволюционировала кочевники бою с китайцем подожжали китайцам а потом все это дело доходило до нас в общем много единая система налогообложения почта очень многое будет потом взято московскими государями в царе московской от татаро-монгол но тем не менее нельзя говорить что у нас было такое вот совершенно постаральное единство потому что повторяю поход татаро-монгол были они были достаточно жесткими и были князья которые мученически погибали в арте ну и наверное если вот эту тему единство фантазийного между руси и татаро-монголами говорить конечно мой взгляд можно в качестве примера мечтания таком единстве привести трилогию холь хольма ван зайчика опубликованную в конце 90 начальных годов вот которая посвящена ордусе если кто-то из вас не читал рекомендую но это так вот когда совсем свободное время почитать она была написана одним замечательным петербургским китаистом китаеведом и одним замечательным писательным фантастом это альтернативная история о том что александр нервский добрался до каракарума пообщался соответственно вот этот центр каракарум в монголии когда еще было это некое общие чингизидов собирались там на общий собор так сказать пообщался договорился со всеми и возникло некое единое государство почти всю евразию русь орда ну и китай точно так же вот и соответственно тогда получается петербург это на самом называется александрии честь александра невского названный город вместо этого самого петра первого нашего с вами памятник александру первому вот александр великого александр александр невскому ну и у нас естественно нашего этого огромного государства процветают православие и буддизм и вот наши братья украинцы оказываются исламизированы казаки говорят вместо говорят значит салам алейкум здоровеньки было здоровеньки было салам алейкум ну и так далее если хотите почитать все вот это вот ну забавно написанную историю то почитайте на самом деле такого не было а была русь как окраина золотой орды вы увидите как через пару столетий золотой орды понимаете да степь такая но пока это было церковь и и в это время на руси становится начинает играть куда более важную роль но может быть не с политической точки зрения а с точки зрения культур созидающих культур трекерского фразу последнюю которую я сказал в прошлый раз может помните была следующей если до этого было двоеверие то после этого двоеверия начинает исчезать не потому что против него начинает ополчаться наши инквизиторы какие-то но не было инквизиции по-настоящему на на руси и все эти дела а этиках это только начиная с 15 столетия будут происходить а потому что христианство становится некого рода культурной формой да вот культурным способом самосохранения вот неким центром вокруг которого культура цивилизации образ жизни сохраняется мы же были не кочевники были оседлые понимаете да то есть вот вокруг христианства происходит начинается это самособирание вот и это мы с вами увидим уже минут через двадцать я думаю какую сколь существенно роль сыграет в истории последующей руси и собственно это будет одной из причин парадоксальным образом будущего раскола и так далее какое христианство а вот то которое было тогда понимаете то которое было тогда а то христианство которое было тогда это опять же христианство получено из болгарии из византии и собственно говоря мы ведь хотя наши там русские митрополиты могли добираться до константинополя чтобы получать оттуда митрополитчиш миду так сказать да однако связи я бы сказал так образовательные да доступ книг так далее становится значительно хуже в это время на руси поэтому на руси начинает вот что-то такое в качестве христианства воспроизводится ведущие происхождение из прошлых столетий но опять же мы даже с точки зрения канона службы обрядовых канонов начинается развлечение того чтоб греции но и болгарии того что на руси вот мы увидим что это очень серьезно приведет поток а вот кто были митрополитами киевскими всея руси ну в общем до татаро-вангольского нашествия большая часть из них было конечно греками за исключением очень очень большими исключениями вот но потом мы с вами потом соответственно хотя долгое время по-прежнему это ставленники греков ну по крайней мере до 15 века чаще ставленники грек креки по происхождению были митрополитами киевскими все руси однако после татаро-вангольского нашествия все чаще и части становятся эти митрополитами ставленники русских князей вот где прибывает метаполит киевские все руси ну в киеве ему делать нечего киев это такое же по сути по гост какой-то это мертвый город после нашествия батухана и после еще походов спустя там два десятилетия которые имели место под татаро-монгол это очень небольшой город поэтому прибывает поочередно либо на волыни галецко-волынском княжестве либо в смоленск едет в новгород и во владимир во владимир вот начиная с начала 14 века возникает метрополия волынская как отдельная и автономная отличная от метрополии киевской всей руси потом соответственно добивается литовские князья добиваются появления день литовском и так метр поле и в это время литовцы еще православны а еще не катализированы вот но и в дальнейшем собственно появляется метрополии но это позже уже владимирской всея руси ну как это произошло я об этом скажу когда это скажу позже очень интересно от кого получают инвеституру метрополиты но понятно констопольский патриарх поэтому констополь не должны съездить если они даже не греки по своему происхождению однако они должны обязательно побывать в сарае столице золотой орды что получить инвеституру от хана золотой орды вот если они не едут туда хана обижается может быть и со своими полками на рус туменами прошу обращения до туменами назывались эти подразделения золотой ордынский то есть он должен получить ярлык на патриаршество но она метрополит на метрополию патриархи еще никакой нет данной митрополии вот как ярлык на великое княжение получали князья но вот галецко-волынский но и владимирский так и ярлык на патриарх на метрополию нужно было получить от соответственно золотой ордынского хана почему да это эта традиция вплоть до середины 14 века то есть больше сотни лет метрополиты киевские всея руси ездят сарай для того чтобы получить ярлык с чем это было связано в общем неглупые люди в сарае править хан и золотой орды были в большей части свои вполне неспособными политиками и по крайней мере они за ними стояла такая древняя скорее центральная восточный азиатскому теме и традиция понимание того как дело обстоит на вот этих самых в цивилизациях которые живут скорее всей жизни вот и они прекрасно видели что вот в случае христианства перед нами два меча светский духовный об сколько это мечи поскольку духовенство обладает не всякого сомнения авторитетом то нужно держать его под контролем то есть духовенство также должно находиться под контролем власти ханской вот и отношение к духовенству отношение к вере православной в общем было до ну или скажем так видимо до времен куликовской битвы до этого периода было достаточно спокойным хотя мы и видим некие мученичества но они были с политическими мотивами не с региозными мотивами связаны было спокойным в общем даже когда ислам принимают на рубеже 13-14 веков хана золотой орды даже тогда в общем они ислам воспринимают не в какой-то его но в такой версии агрессивный в отношении к другим религиям в общем-то они же были тенгристы изначально почитатели тенгри небесного бога великого некого единого небесного божества вот и когда к ним приходили разного рода вероучителя с предложением принять да вообще христианство помню мы сами не знали нестаряна не знали что такие нестаряне часть монголов тоже были нестаряне как ним приходили разные верующие с принятием тоже не принять их религии например христианство не говорили но великий единый создатель любит всех и вот если вы правильно к нему обращаетесь молитесь служить ему по вашему обычаю который его устраивает он и вас будет любить поэтому продолжаете быть христианами а мы будем тенгристами словно говоря вот хотя по не повторяю еще раз на рубеже 13 14 веков идет так сказать движение в сторону ислама у элит золотардынских тем не менее вот это общее достаточно такое отношение к христианству православному христианству спокойно сохраняется достаточно долго вот но важные события были связаны конечно с отражением лионской унии помните я вам говорил о том что в 13 веке византия вступает в первую унию с римской католической церкви который правда быстро достаточно отказывается однако привело к расколу византийской церкви это блок раскола на руси который только концу 13 века завершился строго говоря больших каких-то фундаментальных воздействий на руси он не произвел наверное важнейшим культурным влиянием на руси от церкви было выражено в такой фигуре сергия радонежского совершенно особая отдельная тема была бы рассказывать об этом замечательном подвижнике сергия радонежском в общем многие считают что русская культура как таковая не только духовная культура русского от него ведет происхождение собственно жизнь его охватывает большую часть 14 века вот это действительно тот самый человек который считает воспитавший дмитрий донского это представитель я бы сказал такого ну в общем еще и он считает представителем и сихазма что такое и сихазм в общем немного поясню это собственно так традиции которые в этом же 14 веке начинает и в византии ставить доминирующая даже немножко не говорил вот она связана с духовным деланием но если византийское и сихазм это монашеское духовное делание которое связано с устоявшимся центром прежде всего на афоне на афоне в афонских монастырях то такой как бы активизм активный сихазм который активно занимается проповедью добродетельного святого образа жизни через создание монастырей через обучение монашеской строгости жителей монастырей можно встретить элементы вот того самого знаменитого принципа бенедикта на усильского помните ора и клабора в деятельности монастырей основанных сергием радонистом и его последователей то есть эти монастыри распространяются по северо-востоку руси мы сами помним появление монастырей это вовсе не появление нахлебников это появление места экономической жизни в то же в то же время да то есть такой как бы трудовой сихазм не теоретически в отличие от паломы его последователь трудовой сихазм который ориентирован прежде всего на духовную вот на некого рода вот который распространяется по руси и во многом задает образ культуры русской что находится выражение действительно вплоть до 19 века вплоть до достоевского ну это конечно отдельная история скорее такая культура веческая литература веческая вот ну и в 15 веке начинается рост русского могущества да мы с вами больше куликовской поле мы все сами вспоминаем 1380 год а что было после него кто помнит был еще сто лет татаро-монгольского иго то есть выплат дани тем ханом которые становились актуально главными наиболее могущественно территории золотой орды потому что по большому счету она распадается но в ней начинают выделяться регионы силы на гайская орда вот здесь вот казанское ханство на месте современного татарстана да вот на востоке спустя какое-то время это будет крымское ханство вот они борются друг с другом не всякого сомнения тот из них главный так вот да дело даже не в этом дело в том что спустя два года после куликова поля как мы с вами знаем будет нашествие хана тохтамыша который придет на русь захватит москву и общем то это будет одно из таких нашествий таких очень серьезных во многом подрубившихся собирательную деятельность московских князей в 14 веке поэтому еще на несколько поколений становления действительно централизованного московской руси и независимый в политическом уже смысле слова от золотой орды отложится но тем не менее сейчас вот мы сами поставим другой слайд но в этом слайде тут великое княжество литовска оказалось посередине но к тому что обратить внимание что он занимается не в какой момент она занимала большую часть территории бывшей киевской руси большую часть вот этот вот юго-запад это к польше перешел польскому королевству и вот только вот эта территория это бывшая часть великого княжества руси это собственно конец это скорее 15 век 15 века но вот зеленым по привычке изображается и туристы а почему зеленым потому что это было понятно всем картографом нужно свою территорию рисовать зеленый зеленый цвет самый приятный глазу зеленый цвет связан с ростом с расширением понимаете поэтому мы зеленым задерживаем это дело вот вот видите остатки этой золотой орды большая орда это вот соответственно крымское ханство астраханское ханство казанское ханство и здесь постепенно русь становится но как минимум участником большой борьбы за наследие золотой орды который она и выиграет в конечном итоге вот но в 15 столетии тем не менее это становление русского государства происходит весьма сложно по той простой причине что хотя побеждает в здесь потомки московских князей вот этой линии рюкзи московских князей но вплоть до василия темного князя русского середины этого самого 15 века по-прежнему способ организации государства остается тем же сам а что это способ организации государства разделение его на уделы он межки между сыновьями но когда старший брат становится насельником москвы то есть великим тядеем московским и приходится и младшими братьями как-то разбираться и это в общем возобновление тоже самый феодальный смотр но собственно россия наступает на грабли но точно также на западе неоднократно западная франция та же самая да наступала на эти грабли вот и кстати уже при иоанне третьем и василий втором иван третий который назывался государем всеяруси да это уже конец 15 века и василий второй начало 16 века вот при них начинается постепенно другая совершенно стратегия организации государственной власти коллеги я прошу прощения но кто-то проснулся и начал меня судить слышно я не знаю от него избавиться будет достаточно сложно потому что кто-то срочно начинает ремонтные работы не слишком мешает хорошо слышно все хорошо хорошо вот соответственно начинается так называемые служилых князей приложение служилых князей то есть те князья которые приезжают и получают места что они одни из них начинают там заниматься охраной границ другие занимаются может быть управлениями какими-то территориями но уже не как наследственными территориями а как данными за службу этими территориями эти служилые князья станут будущими родначальниками российского дворянства знаменитых дворянских семей интересно что эти служилые князья происходит как минимум из трех родов во-первых на рус начинает выезжать чингизиды вот разные младшие соответственно потомки ханов далее на рус начинает выезжать гидиминовичи это соответственно потомки великих князей литовских особенно в тот момент когда в литве начинается окатоличивание ну и соответственно те из них кто остаются православными они начинают выселяться на ту русскую государство но и рюриковичи западные начинают перебираться на русь по самым разным причинам вовсе не убегая зачастую от литовского или польского владычества просто каким-то частным чином выезжают на руси стран становится служилыми князьями то есть появляется некого рода инструментарий людей и спасло людей которые не корнями в эту московскую русне вплелись понимаете да то есть они новые люди совершенно и они получаются повторяю некого рода собственность не как собственность которая пошла от дедов к наследству а за службу в очередь но это опять же несколько другая история интереснее все начинает происходить в это время на территории руси в связи с событиями которые имели место во время феррара флоентийского собора помним да тот самый собор на котором была объявлена в 1439 году у нее между восточной церкви константинопольской церкви да и соответственно западной церкви папой римской обменная у нее была нужна константинополю чтобы римский папа помог справиться с турецкими опасностью вот и сами события связаны с этой унии было связано было вовсю вплетена русь московская русь да все дело в том что начиная с 1437 года 36 года митрополитом русским становится исидор это грек грек который отправляется на русь 1637 году и приезжает в москву здесь он принимается соответственно василием великим князем московским вот хотя тут выдвигал своего русского происхождению митрополита иону но однако все-таки он решает принять этого поставить как константинополя тем более тот очень дипломатически себя ведет потому что русь в это время константинополь нужна почему нужны деньги мы с вами представляем русского времени как достаточно бедную деревянные города какие-то в зипунах ходят и на балайки даже на как на балайках еще играть вот но тем не менее деньги на все водятся по каким причинам не так много русь производит ну продукции непосредственного потребления я имею с из хозяйственной продукции она еще является кормилица европа конце 19 века станет кормить европу зерном но тем не менее русь находится по-прежнему на торговых путях вот путь из варяг в китае даже называется никуда не делся вот точно так же как через новгород который кстати один является из участников гонзейского союза городов немного немало идет на черное море второй момент на руси вот есть эти самые природные богатства но так сказать не непосредственного потребления соболя меха и так далее то есть поскольку русское государство объединяется начинается концентрироваться налогообложения вот начинается концентрироваться снятие пошлин таможенных у московских князей то есть появляется богатство монастыри достаточно богатые на руси в это время становится потому что они сами ведут свою экономическую жизнь вот они достаточно независимы от государства государства ну то есть нельзя их в это время еще не слишком сильно облагают поборами всякими необходимыми для государственной строительства потом произойдет чуть позже но не чуть а позже произойдет вот и поэтому нужны деньги если для чего для того чтобы ну помочь констопскому патриарху ну и вот побывав на руси побывав в новгороде ну собственно москве а в новгороде потом в литве он отправляется в италию сидор вместе с ним отправляется несколько русских священнослужителей даже один епископ отправляется и вот начинается этот знаменитый многолетний торг вначале феррари потом во флоренции во время этого торга дважды как минимум снимают со снабжения папские власти восточных представителей восточных церквей наконец последнее снять со снабжения потому что тогда когда уже и русских денег не хватало московских и тогда в 1439 году подписывается вот это самое вот после этого исидор отправляет получает папа папы сан кардинала пресвитера и это у него даже получает вам сан звание легат от ребра апостольского для провинции литвы ливоний всея руси польши то есть по большому счету он становится митрополитом и придал амбегатом для огромной территории если бы он избрал местом свое пребывание москву в этот момент то вполне вероятно у московских князей в это время получился бы один хороший аргумент для претензий на следе рюриковичей всех понимаете вот однако значит иона возвращается в москву 1441 году однако вот в этот момент начинается проявление того что будет свойственно для значительной части русских церкви церковных деятельности в течение ну в общем даже более чем двух столетий это некие на самом деле исток того что будет потом названием словом расколом на территории россии потому что во первых те кто возвратились на русь утверждают что но первых рассказывает о том что это у нее не имеет формальный характер а имеет вполне реальный характер уже никакой так сказать независимости концовского патриарха нет есть будем жрать будем опресники они квасной хлеб причащаться только под одним видом вот будем есть удавлене ну вот ну и самое главное что филёквы до принцип добавляется к исповеданию вот ну и соответственно и вот те самые проклятые латыняне против которых напоминаю старин киевской россии писались такие вполне четкие ясные однозначные гневные тексты вот они теперь становятся во всем заповедовать и исидор им продался мы знаем что в константинополе далеко не все священство приняло но на территории контролировавших на собственной церкви приняла сразу же эту флорентийскую унию но на руси он был самый явный в том же 1441 году исидор великий князь василий васильевич объявляет исидора и ритиком заключается чудов монастырь значит собирается собор в москве который признать флорентийской определения противным божественным правилам и предали ну исидора правда на дим не насилищат он бежит в тверь но если кто помнит историю не даром было долгое время соперником москвы но в это время же под контролем москвы находится все таки потом бежит он после этого в литву оттуда в рим вот но в 1448 году собор русских епископов ставит метаполитам киевским и всея руси киевскими всея внимание и он бывшего рязанского епископа того самого которого там за какое-то время до этого уже пытались сделать метрополита заметьте кто поставил метрополитом и он собор русских епископов собор русских иерархов ну естественно и инвеститору ему дает уже князь великий князь московский никакие конечно великие князья ногайские большой орды уже не важны в это время ну хотя дань мы платим по прежнему да татарам но уже не нужно ехать туда не константинополь дает эту инвеститору понимаете а наше с вами духовенство почему не константинополь потом чем константинополь еретики они продались латинян и хотя спустя несколько лет от флорентийской уни в константинополе отказываются но если не буквально смысле слова то формально-юридическом то по сути своей а потом вообще от нее отойдут но тем не менее греки христа продавцы вот истинная святая русь только одна вот она здесь зеленым цветом обозначена святосвятая христианская церковь только она на территории зеленым цветом обозначена ну и плюс те христиане которые не приняли унию на территории литвы точно сам вот и у нас появляются два великие два митрополита киевы все руси один асидор который в литве и 2 москве и он и собственно в этот момент москва рвет не только с европой но и с константинополь в это же время начинается появление текстов в которых так сказать предсказывается великое имперское будущее москве вот возникает то противоречие из нити не диалектическое противоречие которое будет характерно в дальнейшем для истории русского государства русского российского государства ну и соответственно место церкви поэтому как-то противоречивым оказывается что-то это государство противоречие не ругать на смысле слова это некая объективная реальность с одной стороны вот наши наши вера ну и что самое главное в это время каких-то богословок которые могут заниматься опровержением филиока это на руси нет то что нет того высшего высшего богословского образования которое могло бы этому способствовать но тем не менее наша вера если на наше вероисповедание понимаете выраженное в действиях то есть нашем богослужении в нормах этого богослужения является истинной вне всякого сомнения веры и только здесь все это собралось на руси вот все вот как слушать как молитвы читать как персты складывать при крестном знамении сколько раз аллилуйя говорить это вся та традиция которая на руси сохранилась как один из вариантов византийско-греческой традиции она воспринимается как истина христианская а поскольку она русская она снимается еще и как истина русская понимать если христианская истина русская традиция а с другой стороны а соответственно латиняне давным-давно еретики уже с его дугорят еще и греки предательными понимаете и греки предательными поэтому взгляд на них извините с высоко что называется а с другой с другой стороны раз мы наследовали истинную церковь а церковь то имеет какой характер вселенский церкви правильно значит мы с точки зрения такой вот изгнула нас государственной точки зрения мы также наш государство должно ведь вселенских характер то есть имперский характер вот уже начиная с василия темного появляются тексты которых князьям московским предлагается задуматься о том что не являются они наследниками не просто подлинного подлинной святости церковной но и подлинного имперского величия вот то что в начале следующих 16 столетий помните монах филофей предложить концепцию москвы как третьего рима на самом деле за поколение до него уже можно обнаружить в текстах которые писались к миссиям московским более того ну русское государство конечно внутри еще феодальная одна война связанная с дмитрием шемяка и чего стоит 15 века я это правда политическую историю рассказывать не буду вот но феодальные войны существуют и с татарами далеко-нибудь там и хорошо воюем вот с ливонцами и так далее но тем не менее но это уже серьезная сила а помню мы с вами в 15 веке особенно после захвата константинополя кстати почему захватили константинополь да потому что они латинянам предались говорят на руси в это время вот все латинянам предались служит неправильно все забыли поэтому и константинополь захватили но турки это угроза и несмотря на то что порвана связи с константинополем и с римом увидеть князей московских вот несмотря на это на все с московскими князьями общаются и вот иуанну третьему и ванну третьему который назвал себя кесарем серию фигarah назвал то есть царем царем и государем всея руси и великим князем кесарим великим князем всея руси который назвал себя к нему и обращаются как кесаря например император Священной Римской империи предлагает ему, как Кесаре объединиться в войне против турок, ну хотя где границы Руси, где границы Турции, уж понимаете, далеко. Иван Третий достаточно был умный человек, чтобы не ввязываться в эту авантюру. Но что интересно, магистр Тевтонского ордена, и он напишет послание, где опять же будет призывать объединиться со всей цивилизованной Европой против турок, мусульман, и самое главное, и предложит ему подумать о его отеческом наследии, Константинополе. Ни много, ни мало. Вот уже в второй половине 15 века возникает эта самая мечта Константинополя, которая в дальнейшем всю геополитическую историю Руси будет сопровождать. А оно логично потом, ведь если мы наследники Римской империи, то, соответственно, Константинополь должен быть нашим. Но вот это вот две противоположные вещи. С одной стороны, это наше, по сути, национальное. Ну, нации еще нет в современном смысле слова, да? Но, тем не менее, православие национальное, московское, наше. Потому что мы святость сохранили, мы не предали, мы не покорились ни латинянам, ни туркам, ни этим агарянам, несчастным татарам-анголам, которые тоже мусульмане, кстати, да, как и турецкий султан. Вот мы сохранили независимость. И все наше. Вот как отцы служили, так и будем служить, несмотря на очепятки, что называются священных текстами. И ошибками. А с другой стороны, поскольку мы наследуем истинную церковь, то претензии космополитические. То есть имперские выражаются уже политическим языком, государственным языком. Вот. Ну, раз у нас истинная церковь своя, то должно быть очевидно... Ну, это я уже немножко иронически говорю, конечно. Нет, я отношусь с великим уважением к истории нашего государства, к истории церкви того времени. Вот. Поэтому иронию не воспринимать, как какую-то черную роль, или что-то такое. Очевидно, должны быть какие-то свои аналоги соборов, вселенских соборов, которые созывают, вспомните, по поводу чего? По поводу ереси, еретических движений. И вот мы с вами видим первую ересь, вторая половина 15 века, называемую ересь жидовствующих. Которую обнаруживают в Новгороде, в Москве, даже при дворе Иоанна III, эта ересь обнаруживается. Вот. 1490 год, это Московский собор против ереси жидовствующих. Все нормально. Были ариане, помните? Кто такие жидовствующие? Вот, хоть убейте, не знаю. Вот. Ну, почему они жидовствующие? Потому что некий там еврей привез ее в Новгород. Вот. Что за этим стояло? Ну, видимо, за этим стояло очень много разнородных явлений. Движение, например, Дмитрий Сергеевич Лихачев, бесконечно уважаемый мной наш, покойный, к сожалению, да, вот. Титан, действительно, гуманитарий, истории, культуры, говорит, что это, скорее всего, было некое, ну, предназрожденческое движение территории Руси, потому что образованные люди были участниками этой ересь. Это те, которые пытались разобраться с самими текстами писаний. Ну, почему жидовствующие обвиняют? Потому что они считали, они считали, что нужно почитать субботу и Пасху, а справлять не по церковному календарю, а, так сказать, по календарному календарю, да? То есть, ну, на еврейский манер, якобы предлагали. Вот, кто-то из них выступал за, так сказать, не обещение церкви, а за сверхдоходов, отбору церкви и так далее. Ну, в общем, церковь это осудили, этих еретиков осудили и, таким образом, подкрепили некую свою собственную каноническую чистоту, хотя, скорее всего, обсуждение, ну, и в первую очередь, обсуждение на Руси, конечно, не какие-то догматические моменты происходят во время церковных этих споров, а, скорее, все то, что связано с обрядовостью, понимаете, со способом службы. Вот, предметом богословских споров и обвинений в еретичестве на Руси становится, конечно, не догматика, ну, как это было в церкви, там, то есть, в самой византийской или римской церкви, или в католицизме, и даже не догматика, а, скорее, два вопроса. Первый вопрос — это правильный обряд довести, и второй вопрос — отношение с государством. Отношение с государством. Вот, ну, между тем, Русь, как мы с вами знаем, все усиливается, усиливается, давайте я, нет, это еще рано, усиливается, приходит время Иоанна Грозного, очень странного противоречивого правителя, вот, я не буду рассказывать про другие, нет, про одно движение, надо сказать, извините, да, вот, всю первую половину уже XVI века, то есть правление, конечно, правление Иоанна III, правление Василия III и начало правления Иоанна Грозного, вот, в церкви, наверное, наиболее важной такой проблемой является спор между, так называемыми, Иосифлянови и нестяжателями, Иосиф Володский и Нилсовский, вот, и этот спор, наверное, можно обозначить, как проявление реформационных тенденций, которые имели место и на Западе, да, на территории Руси. Это вот спор действительно реформационных тенденций, причем это очень интересная, странная, запутанная даже история, не надо воспринимать, например, Нила Сорского и традицию нестяжательства, как традицию, вот, вот, вот она была там реформационной, да, а Иосиф Володский был как раз вот таким, наоборот, антиреформатурный традиционалист. Все значительно сложнее, потому что Иосиф Володский, как известно, свой монастырь увел из своему епископу, да, новгородскому подчинению и передал в прямое подчинение великому князю московскому. То есть, получается, государь становится тем, кто непосредственно направляет и экономическому, и, так сказать, и в организационном смысле слова, управляет жизнью монастыря. А государям нужны богатые монастыри, правильно? Ну, потому что они дают им определенного рода богатство, ну, то есть, при необходимости отчисления казны и так далее. Но это, вообще-то говоря, принцип, помните, чья власть, того и вера, да? Это, скорее, принцип вот такого рода, чем принцип подчинения, там, митрополиту, вот, уже становится митрополитом не киевским, а московским в Сеерусе, московским в Сеерусе, да. Вот. А с другой стороны, конечно, нестяжательство — это борьба вот с этим, с капитализацией церкви, так сказать, возглавляет Нилсорский. И, в общем-то говоря, у властей государственных нестяжателей тоже вызывают симпатию. По крайней мере, Иоанн Грозный в начале своего правления, он склоняется к нестяжателю. С какой целью? Ну, с той целью, чтобы уменьшить влияние церкви, в том числе экономическое влияние церкви. А Руси нужны деньги, потому что при Иоанне Грозном начинается эта бурная экспансия русского государства. Начинается она по двум направлениям. На восток, помните, походы на Казань Иоанна Грозного. Вот, видите, походы на Казань Иоанна Грозного — это чистые воды крестовый поход. Когда Казань была захвачена, Иоанн Грозный начинает насильственную христианизацию татарского населения, что потом вызовет бунты и, по сути, религиозные войны в Поволжье, которые будут длиться, вообще-то говоря, не до 80-х годов, 17-го века, но с перерывами определенными. Пока не удастся, наконец, найти вот такого здравого компромисса с монгольским населением, и с этим, вообще, монгольским, с исламским населением Поволжья и Южного Киуралья. Вот. А собор Василия Блаженного, который появится в Москве, связанный с этими победами, это не что иное, как повторение немного и мало, как Иерусалима. Вот Московское градостроительство, соборно-соборное строительство при Иоанне Грозном в Москве, это воспроизведение буквально, это Новый, Москва уже не просто Новый Рим, это уже еще и Новый Иерусалим. С точки зрения его, это центр мира, и его походы, начали на Казань, а потом на Астрахань, да, это, в общем-то, походы, которые стремятся установить некое космополитическое, единое христианское государство во всем мире. Потом он ввязался в войну за Ливонию, второе направление, но это, правда, будет несколько позже того события, о котором я скажу, но деньги государству тем не менее нужны. И вот, соответственно, при Иоанне Грозном происходит вот тот самый знаменитый Стоглавый собор, Стоглавый собор, да, вот, 1550-51 года, да, Стоглавый собор. Почему он Стоглавый? Потому что в 100 главах уложения принял этот собор, который был одновременно и церковным, и земским собором, понимаете, да, то есть и церковь, и те, кто обладают правом голоса в государственном управлении, собрались вместе. И Иоанн Грозный на входе в этот собор, конечно же, собирался провести целый ряд реформ церкви, которые бы частично ее секуляризировали в плане подчинения государству, в плане ограничения ее экономической деятельности и богатства. Однако мы знаем, что активно церковь этому сопротивлялась, вот, и, соответственно, ну, митрополит Макарий Новгородский активно этому сопротивлялся, и в итоге только кое-какого компромисса удалось, и то не самого такого позитивного для власти добиться Иоанну Грозному. Вот, ну, а аргументы нестяжателей понятны, это та самая бедность апостольская, да, бедность той самой церкви, когда мы не мирскими богатствами, но дарами Духа Святого должны чудеса совершать и к Иисусу Престу приводить людей. А аргументы каковы со стороны Иосифлян были? Ну, аргумент, собственно, простой. Сильная богатая церковь — сильное богатое государство. Устойчивая сильная богатая церковь, отходящаяся под жестким контролем, это устойчивое сильное богатое государство. И далее, как говорил он, этот самый Иосиф Холодский, «Если не будет богатых монастырей, как я, будучи светским человеком, будучи обычным человеком, как я в Аманасий уйду?» Ну, как я пойду в Аманасий? В Аманасий дело монашеское, это молитвенное дело, если мне не на что будет жить. Поэтому Аманасий надо кормить, поэтому должны быть богатые монастыри. Но я не буду сейчас пускаться в обсуждение богословской или какой-нибудь иной всех этих позиций. Однако вот это, в общем, побеждает в конечном итоге такая умеренная сифлянская позиция в это время, с одной стороны, но с другой стороны понятно, что все равно церковь находится под влиянием государя. Ну и в это же время формируется еще одно, вот именно в XVI веке формируется еще одно представление, которое, если кто-то из вас помнит, замечательный советский фильм «Иван Грозный» в двух сериях. Никто не помнит этот фильм, не смотрели. Но если посмотрите, сильный фильм, несмотря на все там эти советские прибамбасы, извините его, вот во второй серии, ошибаюсь, Иван Грозный уже такой вот как бы сумасшедший совершенно, безумный правитель, абсолютно безумный, вот он говорит известную фразу «А есть червь грешный, как человек, но я Божий помазанник». То есть вот государь, который в Москве сидит, он как человек, он есть человек. А человек, помните, носитель греха родового по определению, да, греха еще, который был на том самом Адаме и Еве, на прадедах человеческих. Но как Божий помазанник, дела его являются, все дела его являются святыми. Вот, собственно, Иван Грозный в этом убедился. Вот, ну, его этот великодержавный проект закончился к катастрофой, мы с вами помним. Хотя по-волчию ему удержать удалось, но Ливонская война закончилась полной катастрофой. Вот, для Руси вместе с войнами на территорию Руси пришла чума. Крымское хамство в это время усилившееся, потому что, почему усилившееся? Потому что за спиной у него появился надежный партнер Турция, да, а в великой степи вакуум. Крымское хамство усилилось, и Девлит Гирей доходит до Москвы, московский пожар, да, захват крымчанами Москвы в последний раз при Борисе Годунове до Москвы не будут доходить. Вот, население Руси уменьшается, как современные исторические социологи считают, в конце правления Ивана Грозного при его Синефедоре Ивановиче едва ли не на 40% от войн, от мора, вот, от голода, вот, ну и хотя на смену династии Рюйковича приходит достаточно деятельный государь Борис Годунов, трагическая фигура, конечно, в истории Руси, на мой, по крайней мере, взгляд, вот, но, тем не менее, при Борисе Годунове еще вот этот вот знаменитый температурный минимум, когда по всей Европе голодоморшинство, называется, начинается, а на Руси, тем более, Русь это вообще территория очень рискованного земледелия, очень рискованного земледелия, вот, когда Борис Годунов пытается из этих самых хранилищ государственных продавать зерно, а тут начинается на этом деле спекуляция, зерно-то было, но его не хотели продавать по тем ценам, которые устанавливало государство, вот, начинается восстание Болотникова, потом смерть Бориса Годунова, ну, в общем, начинается смута, вот, та самая эпоха, которая отдельно совершенно, что называется, история поэма в этой истории, но мы с вами знаем, что, например, патриарх Гермоген во время этой смуты держался совершенно четко, вот, вот, Гермогена и, собственно, он, преемник его, патриарх Филарен в 1609 году окажется захвачен в плен польскими войсками, да, поляками, и в течение семи лет он будет находиться в плену. Формально он будет, формально признает лже Дмитрия II, вот, однако это признание, как он будет иметь только формальный характер. Ну, в общем, до 1617 года он находится в польском плену, и в течение семи лет русское государство находится без патриарха. Однако кого выбрали русским царем? Да, в нашем соборе. Помните? Кто пришел на смену лже Дмитрию II, а также третьему, четвертому, их было не меньше четырех, царевичу Петру, королевичу Владиславу, который тоже собирался стать московским государем. Ну, Филарет, прошу прощения, требовал от него принятия, даже не совсем сказать, на 9 лет, он был за пределами Филарет Руси. Значит, принятие православия требовал от него Филарет, но Владислав отказывался от этого. Вот, лже Дмитрий I, кстати, собирался унеадство, скорее всего, водить на территорию Руси. Предлагали королевича Филиппа, да, предлагали Иакова, Якова Стюарта Шотландского. А кого выбрали? Кто был? Михаил Федорович? Да. Первый Романов. Михаил Федорович. А кем был Михаил Федорович? Патриарху. Вопрос на знание школьной истории. Забирайтесь в Google быстренько. Так, не вижу, если демонстрация экрана, не вижу чата, извините. Ну, вы догадались. Возможно, он, по-моему, приходится. Да, да, да. Казачий царь, как иногда его называют историк, потому что казаки, конечно же, были одной из главных движущих сил вот этих всех освободительных походов на Москву, да. Вот. И, соответственно, когда он вернулся в результате размена пленных в 1618 году, конечно, он огромную роль играл в правлении Михаила Федоровича. Более того, его даже называли не просто патриархом, а государем-патриархом. Это был тот период времени, когда церковь играла очень важную роль в истории, ну, вот, перезапущенной российской государственности. Да, перезапущенной российской государственности. Вот. Вот. Но такой любопытный момент, что именно в это время на Руси, на Московской России начинает активно развиваться, начинает активно развиваться книга-печатание. А если печатать книги, то мы печатаем с вами те самые книги, которые становятся каноническими, да, то есть книги, которые распространяются по всем приходам. Имеется тут книги, конечно, какие же книги, да? Книги богослужебные, в первую очередь. Вот. И при работе с этими книгами нужны, конечно, уже образованные люди, которые разбираются, где опечатки, где какой-либо рода ошибки. И выясняется, что книги, печатающиеся вот в десятых годах, в них содержится большое количество ошибок, описок. Вот. Ну и начинается спор о правильности книг. И в это время возникает, соответственно, желание все-таки выяснить, а как оно правильно на самом деле? Ну, в первоисточниках, в греческих первоисточниках. Во времена правления Иоанна Грозного происходит восстановление отношений с Константинополем. Константинополь говорит, мы уже все, мы не униаты никакие, мы отказались от Флорентийской унии. Происходит восстановление с Константинополем, и Константинополь активно ориентируется на московское государство. Константинопольский патриарх, например, рукополагает Иоанна Грозного в Кесаре, то есть в цари. При этом даже Константинопольский патриарх предлагал приехать в Москву, чтобы лично, так сказать, царский венец возложить на него. Как помните, римский папа на Карла Великого возложил царский венец. Но Иоанн Грозный сказал, да нет, да нет, достаточно вашего всего лишь письма, ваше святее, так сказать. То есть на русское государство Константинопольская церковь обращает очень серьезное внимание, потому что это политическая сила и экономическая сила, которая может помочь Константинопольскому принцессу. Русской патриархии. На Русь начинают привозить некого рода реликвии. При Алексею Михайловичу крест Константина, так называемый, будет привезен, который будет на груди Петра Первого в сражении при Полтаве, по легенде о шведской куле спасет Петра Первого. Кстати, Петра Первого будет называть новым Константином, почему я вам этом скажу позже. Вот. Ну, если не Михаил Федорович, то его сын Алексей Михайлович тоже будет всячески стремиться изобразить себя византийского императора, примерять на себя одежду Константина будет, как потом, соответственно, Петр Алексеевич. Вот. Ну, и в связи с этим, если мы с Константинополем помирились, то давайте проверим, правильно ли мы читаем Писание, правильно ли мы слушаем. Вот. При молодом Алексею Михайловичу, при следующем правителе, соответственно, возникает называемый кружок нового благочестия, рейсного благочестия, в который входит Аввакум, будущий знаменитый протокол Аввакум, входит будущий патриарх Никон, вот. Привлекаются знатоки люди, ну, славянского происхождения Запада, вот. Вот. Ну, и начинается вот тот самый процесс, результатом которого станет появление раскола. Ну, напоминаю, да, на Руси убеждены значительная часть клира, и вот не те, кто обновленцы, а значительная часть клира убеждены, что мы та самая святая Русь, вот, которая удержалась от соблазна вступления в Лунию, и которая не была завоевана бусурманами, ну, то есть мусульманами. Бусурманин — это мусульмани, вообще-то говоря, или агарянин, не были завоеваны агарянин. И который, вот, смотрите, огромное государство выстрелов. Помимо, 17 век, это уже там добираются далеко за Урал, там, до этого самого, до Амура добираются, до Лены, русские, эти самые, деловые люди, да, первопроходцы. Вот. Ну, и в скорости будет происходить, вот, изображено на карте восстание на Украине, и, так сказать, война за объединение Руси и Украины. На самом деле, куда была более сложная история, ну, два слова позже о них скажу. Вот. То есть это признаки эмпирической успешности этого государства. С другой стороны, мы с вами видим, что люди образованы, понимаете, что это не так. Буквально какие-то ошибки есть в чинах, которые им богослужение проводится, в типиконе, ну, то есть в этих самых нормах для богослужения, соответственно, наших. Ну, вот в 1652 году представляется патриарх Иосиф, забирается митрополит Никон с подвижника Алексея Михайловича. Вот. Сразу же, вот очень важный момент, под его начало передается печатный двор. Придется печатный двор. А раз придется печатный двор, значит, это зависит от Министерства просвещения, уже современным языком. Ну, или пропаганды. Потому что церковная школа — это главная школа, ну, и, соответственно, церковь — это то место, где осуществляется коммуникация с божественной сферой, а печатный двор задает норму этой коммуникации. Вот. Начинаются очень жесткие и резкие реформы, связанные с изменением уставных церковных книг. Вот. Ну, я сейчас с вами просто-напросто, с вашего позволения, перечислю основные элементы, чтобы не быть, чтобы не были голословными вот этого самого Никоновских реформ. Никоновских реформ. Сейчас, одну секунду, буквально. Так. Столько много себе накопал материалов. Так, что исправляется? Исправляются книги и исправляются обряды. Исправляются книги, исправляются обряды. Извините. Все. Упал у меня мой второй компьютер. Значит... Значит... Так. Итак, 1653 год. 1653 год. Это изменение способа крещения. Ученые современные до сих пор спорят, как крестились ранние христиане. Мы действительно не знаем, как крестились ранние христиане. Ну, наиболее разно... Такая, ну, как бы, распространенная точка зрения, что это было крещение одноперстия. От толба. Ну, и спорят, когда они после того, как в пояснице, вправо или влево уходило их впервые. Это крещение. Двоеперстие было принято в пятом веке. В конце пятого века нашей эры. Вот это двоеперстие было принято как обозначение двух природ во Христе. Помните Халкидонский собор и споры, связанные с нестарианством. Двух природ во Христе. Однако нигде и, в общем-то, никогда это не было канонически предопределено. Мы с вами знаем, что в том же самом XIII-XIV веках в греческих церквях крестились и двумя перстами, и тремя перстами. Да, двоеперстие, вот такое двоеперстие должно быть правильно. Сложенные руки должны быть таким образом. Две природы и Троица. Ну, тремя перстами, вот тут классическая православная двоеперстие, крестились и так, и так. И в XV веке, когда происходило вот это первое идеологическое обособление от впавшей в грех и в ересь греческой церкви, шло обсуждение в Пскове, в Новгороде, в Москве, жесткое обсуждение, как нужно креститься двумя перстами или тремя перстами. И те, кто крестились тремя перстами, обзывали еретиками. Вот, Никон отменяет двоеперстие, потому что к этому времени в греческой церкви принято троеперстие. Вот, далее, значит, отменялось количество этих самых земных поклонов, которые во время молитвы, перед члением молитвы святого Ефрема, нужно было класть молящемуся священнику. Там раньше было 12 поклонов, теперь это количество резко сокращалось. Далее, значит, эта реформа, на самом деле, реформа Никона, она не была исключительно модернизацией церкви. В частности, Никон активно сопротивлялся тем иконописцам, которые стали на западный манер, ну, то есть на более реалистический манер, пост, так сказать, как бы сказать, пост фенессансного манера писать икону. Вот, он требовал возвращения к старому письму икон. Далее, значит, ну, вот, само написание Иисуса изменялось в новых книгах, но на современный лад, да, отныне писалось имени Иисуса. Вот, рукописные, печатные книги, все, нужно было нести на просмотр в Москву. Если находили расхождение греческими книгами, то они сжигались просто-напросто. Вот, и все, кто пытался спорить, всех тех анафематствовал. Никон действовал крайне жестко, большевистским методом. Алексей Михайлович, собственно, его поддерживал в это время. Но, собственно, с этого момента и начинается раскол. Основанием к расколу явилось отношение к книгам, к старым, к новым, количество поклонов, которые следовало бить во время чтения молитвы, к двоеперстью или троеперстью, ну или к так называемому сугубому или трегубому чтению Аллилуйя. Ну вот после молитвы нужно сколько раз говорить Аллилуйя? Три раза или два раза? Вот, соответственно, сугубая — это старая традиция, трегубая — это традиция, которая существовала на Руси, но она не была доминирующей, а вот Никон делает ее доминирующей. Ну и, соответственно, раскол был одновременно и протестом против вот этого папацидаризма со стороны Никона. Сам Никон полагал, что, буквально и говорил, что дело церковное — дело вселенское, и поэтому он как бы за всю вселенскую церковь отвечает. А дело государственное — дело частное, дело царя — дело частное. Поэтому его позиция с точки зрения божественной иерархии выше по царской позиции. Он требовал называть себя также не просто патриархом, а государем-патриархом. То есть, ну да, к этому моменту я же самое главное не сказал, что патриархия введена на Руси, да? Патриархия введена на Руси. Вот. И на это Константинополь согласился, но в XVI веке понятно, когда нужно было с Руси выстраивать отношения. Вот. То есть, по сути, он имел претензию, ну, примерно такую, как какой-нибудь Иннокентий III, Григорий VII на Западе имели такую же претензию. Вот. Именно в это время идет ссылка о вакуум. Вот. Однако, как мы с вами знаем, Никон не удержался долго. Вот. В 1656 году продолжается, с одной стороны, вот этот самый... Да, и событие. И еще один важный момент сказал, забыл сказать. Как ходить в крестный ход? Посол он или не посол он? Вот тоже этим специально отличаются старообрядческие церкви, вот церкви, соответственно, Никонянского уже, по сути, еще толку. В 1656 году за Никоном анафематствуют все, кто крестит. Церкви, сербская церковь в частности, это означает, что матрос Московский патриархат действительно обладает очень серьезным влиянием в восточных, в православных церквях. В 1658 году царь Алексей все-таки положил предел вот этому папатезаризму Никона. Он конфликтует с Никоном. Никон уезжает в воскресенский Новый Иерусалимский монастырь, который был построен им, который находился им в его личной собственности, при этом формально не слагая в себя патриаршество. Однако, снимаясь его с патриарха, с патриаршества, соответственно, Алексей Михайлович, в 1660 году происходит знаменитый Московский собор, на который приезжают даже некоторые патриархи православные с Востока, из Иерусалима в частности. По сути, этот собор представляет себя некая попытка восприятия не много не мало как Вселенский собор, только православной церкви. Ну и, соответственно, Никон признается на этом соборе самовольно оставившим пистол, избирается патриарх Новый. Вот царь Алексей Михайлович, соответственно, в общем, Никон идет в отставку. Казалось бы, должно возродиться старое или какой-нибудь компромиссный вариант христианства. Однако царь Алексей Михайлович продолжает политику Никона, хотя и более осторожным, мягким методом. Тем не менее, это становится окончательной причиной появления Роскова. Значительная часть иерархов христианских, но и самый знаменитый протокоп Аввакум, и значительная часть христиан не признает новые обряды, новые способы церковных, новые виды церковных канонов, не признает трое перстей, не признает три губы Аллилуйя и так далее. И, по большому счету, общество раскалывается, российское общество раскалывается. Это движение, то есть этот раскол сопровождается протестным движением целого ряда представителей старого обряда. Начинается бегство. Бегство на территорию, которую контролирует, например, Османская империя. Бегство на север и на восток, бегство в Сибирь. Ну, правда, можно сказать, раскольники во многом территории богатые севера и востока и освоили. Но, собственно, они бегут и от церкви, бегут они и от государя, от Алексея Михайловича, а потом Петра Алексеевича, которые поддерживают вот этот вот неконьянский вариант восточного православия. Вот. И это бегство приобретает и неокурат антигосударственный характер. И даром скажут в XIX веке, что, возможно, раскол является величайшей трагедией российской государственности. Вот. Ну, а кто занимает место тех монахов, иерархов, которые отказываются принимать неконьянские реформы, занимает как бы новое поколение церковных деятелей, и во многом занимают их представители Украины. И вы помните, в это время происходит вот эта знаменитая война за воссоединение с Украиной, которая началась с Переяславской рады. Вот. Когда Богдан Хмельницкий надеялся стать таким автономным федеративным образованием при Руси, которое позволило бы территорию Украины удерживать в независимости, ну, и освободить от власти польских панов. Вот. Русские войска, как известно, вступив в эту войну в первый период, добились результатов просто огромных. Вот видите, красными стрелками обозначены направления походов русских войск на первом периоде войны. Добирались до Львова, до Ковна. Вот. Ну, территория, будущая территория вот эта вот. Беларусь и Россия фактически контролировалась русскими войсками. Но, как известно, Алексей Михайлович стал претендовать не много, не мало как на статус короля Речи Посполитой, а не только на статус московского государя. А поскольку на польский трон претендовал также и Карл XI по нумерации. Шведский король, поэтому он ввязался в войну со шведами. Ну, и, в общем, пользуясь ситуацией, в Польше начинается вот это вот знаменитое восстановление государственности, которое приводит к тому, что шведов изгоняют с территории Польши. Ну, и московские войска также изгоняют с территории Польши. Результатом этой войны, да, казаки изменяют русским, потом шведам, потом полякам, потом опять русским изменяют. Там это долгая история. Я имею в виду руководство казачественное. Вот то, что называется в истории Украины. Руины этот период. То есть мы, конечно, кое-чего схватили результаты этой войны. Но вот в процессе всех этих войн, тем не менее, делает ставку Москва Алексей Михайлович на выходцев с Украины. И на территории, и в монастырях, и в кругах близких к Алексею Михайловичу появляется достаточно много монахов и иерархов вот с территории украинской. Ну, и о, собственно, дальнейшем знаменитой Киево-Могилянской академии, которая, напоминаю, была построена по модели иезуитских колледжей, становится истоком для образовательных программ в Москве. Собственно, что делал Алексей Михайлович? Алексей Михайлович вистернизировал государство. Ну, вистернизировал, можно сказать, в делах церковных вроде бы не на манер Запада, а на манер Греции. Греции происходит. Но, тем не менее, все равно греческая церковь, она куда более современно имела характер, она куда более прямо была связана и адекватно была связана с традицией древней, с традицией настоящих текстов, а не тех текстов, которые сложились на Руси в XIV-XV веках, да, вот этих богослужебных текстов в первую очередь. С другой стороны, в сфере экономики, военного дела действительно происходила вистернизация государства. Ну, и в известной степени первый шаг по тому пути, который завершит Петр I, а именно по пути полного подчинения церкви государству, это первым шагом стал конфликт между Никоном и Алексеем Михайловичем. Конфликт, которым Алексей Михайлович одержал полную и безусловную победу. Полную и безусловную победу. Ну, и Петр I, как мы с вами знаем, с 1700 года вообще перестает назначать, приглашать патриархов, остается только место блюстителя и патриарха. А в 1721 году Петр I создает Святейший Сенот. По сути своей, Святейший Сенот есть не что иное, как Министерство по духовным делам, по церковным делам, которое есть свое собственное уважение, которое есть своей собственной нормой, на которой полностью подчиняется государю-императору, то есть Петру I. На Руси, которая остается православным государством, тем не менее вводится государственное устройство, напоминающее модели Нидерландов и особенно Англии, Англиканской церкви. Хотя формально не является Петр I главой православной церкви, делами православной церкви занимается Святейший Сенот, однако как Министерство этот Сенот подчиняется государю-императору. То есть вот по сути своей мы и на Руси таким вот неожиданно странным образом оказываемся в ситуации нового времени. Ну а о новом времени тогда я уже о модерне, о церкви эпоху модерна, очевидно, буду рассказывать вам в следующий раз. Наверное, сегодня достаточно. Коллеги, спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Задавайте вопросы, пожалуйста. Так, в чате были... Сейчас чат почитаю. Значит, вот с сыном, да, сыном был. Константин пишет мне частный вопрос. Расколды и споры были по большей части из-за необразованности, спорили ерунде два или три пальца. Все сложнее, конечно же. Это не просто спор о ерунде, это спор о принципах. Вот является ли Русь святая той самой святой Руси, которая отстояла себя единственной, вопреки латинянам, вопреки мусульманам. Если она отстояла себя, то отстояла потому, что все на Руси, обрядовость, то есть все на Руси, да, было правильным, верным. И надо по тем самым старым книгам, которые Никон, зараза такая, сжигал, на самом деле есть и служба. Надо тех самых иерархов церковных, которые святой Руси присягнули, так сказать, и были ей верными, их и надо почитать. Их и надо почитать, понимаете? Вот в этом принцип раскола, сохранение той самой традиции, которая, собственно, Русь... Ну вот внутри этого раскола есть противоречия, понимаете? С одной стороны, принимается некая частная традиция, да, вот, собственно, той самой Руси, 13-го, 14-го, 15-го веков. Разгласны претензии, тем не менее, вселенские. Именно поэтому способ существования раскольнических организаций — это то, что в современном религии называют словом «секта». Ну, слово «секта» не ругательное, поймите неправильно, да? Христианство тоже было когда-то сядькой, помните, говорили в рамках иудаизма. Это секта, то есть от тех, которые претендуя на... такую совершенную святость, тем не менее, то есть, ну, как бы, универсальную космополитическую святость тем не менее представляют все всем остальным. А дальше от степени противопоставления со степенью противопоставления была и связана история отдельных направлений раскола. Мы с вами знаем, что часть из них даже в 18-м веке войдут в унию с православным, с московским патриархатом, но это уже следующая история будет. Другие останутся, до конца, в неком катакомбном состоянии. Это вот только внешне кажется, что это вопрос о мелочах, с какими перстами молиться. Это вопрос о принципе. Люди ощущали себя носителями истинной святости, понимаете? А их затягивают в какую-то греческую традицию. А греки же они продали Бога, а мы не продали никогда, понимаете? То есть это принцип. Роман Викторович, можно тоже вопрос? А вот по поводу образа волхвов им приписывают фундаментальные знания, мудрость, либо это обряды вы делите и вы какой-то точки зрения придерживаете? Самые волхвы, которые пришли, имеется в виду волхвы какие? Библейские, да? Новозаветные? Или же волхвы на Руси? Ну тогда их сколько вообще было и каких видов? Ну, волхвы — это переводка на наш язык. Ну это там магас, слово греческое. Маг является. В Новозавете, да. Маг. А волхвы, поскольку это наиболее близкое в русском языке, в древнерусском, слово на маг указывающее. Слово кудесник — это уже некий наведенный смысл к этому. Конечно, и чудеса могли творить, но кудесник, в общем, это тот, который может совершать чудеса и с церковыми, так сказать, надобностями, да. А волхв — это тот, который носитель некого рода знаний. Вот здесь, конечно, коренное слово маг. Маг, вообще-то говоря, это священник. Ну, по крайней мере, так, магов понимали греки, хотя слово, собственно, это иранское, как вы понимаете, да, иранское. Вот. Ну, кто такие были маги в Иране, это совершенно особая история. Это одно из иранских племен, который там первым принял зарастризм. Или это некое сослое внутри тех племенах, которые приняли зарастризм. Сейчас просто вот в эту вот ирановедческую, зарастризковедческую полемику выступать не будем, но для греков маг — это священник персидский. Потом, когда там произошло все это перемешение эпоху эллинизма, мага их с халдеями могли путать. Ну, а халдея — это еще и звездочеты, помните? Собственно, и в зарастризме астрология была распространена. А тут эти маги увидели юфриенскую звезду, и как звездочеты пришли, то они знали, что придет. Это как бы для христианства, это хотя они и не иудеи, конечно, никакие не христиане, потому что христианства еще нет, но это те самые пророки о Христе, которые были и среди не иудеев. Ну, как Сократ, как Гермес Трисмегист, понимаете, да, вот, как пророки. Вот. А, соответственно, волхвы на Руси — это, ну, это, собственно, такое языческое жречество. Понимаете, да? Это языческое жречество. Больше обряды, больше они обряды совершали. Ну, а как бы считали, что они, поскольку могут и стихиями управлять, да, слежим договориться. А, ну, это все-таки читало, но подтверждение этому не найдено, и, в общем-то, никаких источников нет. Ну, как мы можем сказать, управляли ли там, если они новгородские волхвы до принятия христианства разливом Волхова? Или не управляли? Вот. Они скажут, управляли. Ну, мы скажем, нет. Но дело все в том, что, видите, у нас не дошло до нас ни одного письменного источника от восточного славянства. Понял. Только лишь из христианства. А с христианской точки зрения они занимались всяким родом ведовством, колдовством и тому подобным вещам. Они могли сказать там, как Джеральд Гартнер сказал знаменитый. Помните, этот основатель веканства? Он, правда, в 2009 году основал, то есть в 1951 основал веканство официально. А он говорит, а летом 1940 года Гитлер хотел высадиться в Великобритании. И тогда я, Джеральд Гартнер, еще девять других подвинутых масонов впали в медитацию в июле 1940 года. Эта медитация была многодневной. Мы были измождены. Двое умерли. Гитлер высадился в Англии? Не высадился. Кто докажет, что не из-за них? Да, ясно, ясно. Это уже как больше эзотерика, да? А еще тогда вопрос. А вот термин православия, христианство, он же потом, он Никоном был введен или нет? Это старое слово. Ортодоксия. Правильная вера. Это как кафолическая, ортодоксальная. Это правильная вера. Отвечет гетеродоксии. На Россию оно сразу как православное перешло? Не-не-не. Ну, естественно, с 17 века это слово входит в широкое употребление. В широкое употребление. Изначально оно употреблялось... Ну, я могу сейчас посмотреть всякие книги Филофеи и прочие, но по-моим. Но я, в общем, не историк России, да, в первую очередь. Но, на мой взгляд, с 17 века точно совершенно. Ну, вот, помните, я все время говорил кафолическая, ортодоксия. Я говорил про православное и кафолическое, когда мы говорили о эпохе поздней Римской империи и средних веков. Собственно, это обозначение одного и того же. А потом это разошлось как вот... Хотя ортодоксия и кафолическая это, собственно, из одного истока происходит. Вот стало обозначение Запада и Востока. Селенская и православная. Еще вопросы? Вот опять Константин спрашивает. Частным образом но отвечать все время приходится. Ценность ли то, на что придавали правительникам до Алексея на демонстрацию власти или все-таки оскольник на касание понимания сути Евангелия и по-течению выдумали для себя то, что выдумали. Ну, я думаю, что вакуум, наверное, сути Евангелия понимал. 17 век — это уже в России значительно более образовано, чем 15 век. Ну и почитайте сочинение вакуума в конце концов. Ну просто, как бы это сказать. Тут вопрос вот в чем шел. Видимо, здесь, если искать какие-то такие типологические параллели, мне они все-таки в большей степени приходят не в связи с историей реформации, да, процентизма в 16 веке, в данном случае. Я бы не назвал их протестантами, а не протестанты, конечно, потому что они протестуют против Никона, потом против Алексея Михайловича, против Петра Алексеевича, да, против, а тем более, когда вообще и патриарха не стал вообще полным. Хотя, если мы помним, там есть у них и поповские церкви, и беспоповские церкви, ну, конгрегационалисты, помните, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. То есть по типу они очень похожи на эти организации. И то, что они протестуют, это тоже так же. Но, понимаете, здесь типологически мне это больше напоминает раскола доната. И вот в моей восприятии Аввакуум скорее похож на епископа доната. Помните донатисты при Константине Великом, да? Потому что там тоже произошел раскол из понимания святости, вот должен ли быть свят иерарх церковный. Или, ну, если он потом согрешил, то что-то налагает на предшествующие все его дела. А не налагает ли это там, сказать, худшее что-то. Вот это вещь. И они, в связи с тем, что, как бы, произошел раскол с церковью, да? Ну, с иерархами, которые пошли на компромисс, как они считают. А иерархов поддержал государство в лице Константина. Прошла оппозиция государства. Вот точно так же произошло и с нашим расколом. Началась оппозиция против богослужебных чистовещан, обрядовым, да? Однако, ну, что нас хранили? Те самые обряды, говорят они. Вот раз государство поддержало реформаторов, реформатор-то был Никон, понимаете? А не Аввакум. Понимаете? Реформатор был Никон, а не Аввакум. Но раз государство поддержало реформацию, а мы хотим держаться за старые обряды, то мы уходим в пустынь, бежим, мы там, ну, бунтуем. Ну, бунт, бунт, конечно, это не в том смысле, что вот они как-то революционные войны проводили. Скорее, они страдали от преследований московских, потом петербургских этих самых инквизиторов. Тогда бежим из страны вообще куда-нибудь. Понимаете, да? То есть вот такая, здесь такая сложная, это не протестанты в западном варианте. Как ни парадоксально, государство, как бы, оседлало в России реформационный процесс и сохранив, и более того, привязав еще в большей степени московское православие к константинопольскому православию, понимаете, да? То есть вот по обрядовости, по букве, по букве и по духу и по букве привязав, да, его уже. Но одновременно сохранив при этом претензии на Константинополь, на вселенский имперский характер, о чем мне очень важно говорить. Вот. При этом оно совершило реформацию, государство совершило реформацию. как с точки зрения образованности церковной, с точки зрения обрядовости, так и с точки зрения отношения государства и церкви. Потому что Алексей Михайлович начал тот процесс, который совершил Петр I. Петр I стал рулить церковью уже как неким, одним из государственных институтов. А это западный манер отношения церкви и государства, понимаете? То есть удивительным образом реформаторы — это Алексей Михайлович Никон и Петр I. Вот еще вопросы, коллеги. Спасибо. Пожалуйста, Константинополь. Ну, если вопросов нет, вопросов нет, восемь вечеров я уже говорю. Тогда что, мы с вами до следующего раза прощаемся. Рад был вас видеть, коллеги.